А вот смотри, такой интересный вопрос. А вот человек, который сидит и работает в Тюмени, и вот бурение у него в Арктике. А у него тоже отпуск 60? Нет, отпуск у него меньше, то есть это географически. Не попадает уже. Нет, но он деньгами как-то его компенсирует. Я имею в виду, что его труд адекватно вознаграждается, но по совокупности. Ну то есть там попроситель год, и они по прописке. Да, они по прописке, да. Там есть некие такие тоже коэффициенты свои, ну скажем, назовем их наоборот, повышающими от юга к северу. И да, они есть. Ну это советская методика были. В Сибири были коэффициенты, даже на Урале, даже на южном, на Урале и на Востоке. То есть это была система поощрения. Просто эта система поощрения очень хорошо работала в экономике твердых цен, да, где даже на мясорубке чугунной выбивали стоимость. А сейчас, конечно, в капиталистической инфляционной это надо адаптироваться. Сейчас есть какого плана сложность, наверное, я, может быть, не должен это говорить на камеру, что коэффициенты остались, но снизилась база исчисления. То есть фактическая, например, зарплата, не буду говорить в каких регионах, то есть на севере вот так вот сейчас считается хорошей, ну как бы сказать, 70-80 тысяч. 100 тысяч это уже вообще хорошая зарплата. То есть вот такой диапазон, при этом цены выше, при этом транспортные издержки выше. То есть, в общем-то, копить не получается вот так. Ну, то есть получается, либо ты попал в хорошую корпорацию, где ты можешь расти, либо как-то устроился, то, что называется. Но там же все-таки есть и бизнес какой-то, и свои компании. Есть, но скажем так, именно как всеобщая система, к сожалению, это вот сейчас не работает. Но вот у Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики есть намерение продолжать вот этот набор льгот и развивать в отношении сотрудников. Но косвенным образом, но и даже прямым, принят закон о поддержке предпринимательской деятельности, который вводит понятие резидента арктической зоны. И уже несколько, там, десятков компаний получили этот статус, он освобождает от массы налогов. Соответственно, задача в чем состоит? В том, что вот эти высвобожденные средства у предпринимателей, там, ну, при этом масштаб бизнеса может быть любой, там, пекарни до гигантского завода. Он освобождает массив средств, который, ну, как бы, идея в чем? В том, что в значимой части он реализовался в зарплатах, и это будет. Но это зависит от, там, каждого отдельно взятого предприятия. Но как экономическое явление, в целом, как системное, это произойдет. То есть, вот этот закон уже принят, он действует, предприятия многие уже получили этот статус, и там существенная экономия, десятки процентов. Ну, в общем-то, мы следим внимательно, просто у меня основной проект, я Арктикой начинаю синтересоваться, да, то есть, постепенно въезжаю в тему, да. А вот система налогового стимулирования, это, в общем-то, стало уже визитной карточкой наших властей. И, в общем-то, ну, вот как история с налоговыми вычетами. Если пять лет назад еще никто особо, ну, не понимал, что с ними делать, то сейчас налоговыми вычетами уже пользуются в бытовой жизни, например, приобретение недвижимости или еще чему-то. Или вспомним историю с мат-капиталом. Когда он только начинался, люди не очень понимали, что вообще с ним делать, вот. А сейчас это целая инфраструктура. Так, наверное, нельзя шутить против индустрии. Индустрия? Почему? Индустрия. Дурадская шутка, извините. Вполне себе индустрия. Там же производится, производится и хорошие люди производятся. Нет, это нормально. Но в этом смысле у меня просто... Вот я считаю как. Учитывая, что мы живем в условиях капитализма, Арктике мало положено. Я считаю, что людям, живущим в этих условиях, государство должно в них в первую очередь вкладывать. Потому что человек, живущий в Краснодарском крае, и человек, живущий, ну, начиная на самом деле, вот, ну, наверное, откуда? С Салихарда, да? С Сургут, ну, с севернее Карелии. Там уже у меня просто отец сам родом из Тобольска прожил в Салихарде долгое время. Туда в армию призывался. Он в воспоминаниях описывает, как на пароходе всех собирали с севера. Ну, как в кино этот Сибириада, да? Да, вот, они вот, именно таким образом, вот, они двигались, их подобрали, ну, его, как бы, призвали, они около двух недель плыли, в общем-то. То есть, реки и север, с моей точки зрения, неотделимы. Ну, и вообще Россия страна речная. Да. Вот, и в данном случае, вот, это твоя тема капиллярных портов и подхода к ним рек, мне кажется, что вот там лежит разгадка к экономике, потому что вывоз и доставка реками, это очень дешевый же вид транспорта. Хочу, скажем так, приблизить тоже Арктику вообще ко всем и каждому из вас. Каким образом? Создание одного рабочего места в Арктике ведет к созданию 12-14 рабочих мест в смежных отраслях по всей стране. То есть, мультипликативный эффект более десяти. То есть, если у нас, то есть, Арктика это большой заказчик для всей страны. И поэтому, вот, если у нас развивается Арктика, то это благо прямым или косвенным образом распространяется на всю страну. То есть, получается, что если у нас, когда, если, когда у нас будут жить 15 миллионов в Арктической зоне, они, в общем-то, будут обеспечивать всю страну работой так или иначе. Ну, это, конечно, угрубленно, но, в общем-то, мне кажется, что это цель, которую надо ставить. У меня рабочая ситуация, да, и это действительно так.